Ну как бы здесь классика жанра. Здесь есть что писать. Значит, цветом неба избавиться от белого. Здесь оно более бирюзовое, здесь оно более синее. Там бирюзового возьмешь, он там вон называется. Потом доберешь его вон. Бирюзовенький. И поехали набирать. Струнный характер. Морской дали. Вот такой. Набираешь. Есть у нас глянцевые куски. Глянцевые. Бирюзовые, глянцевые. Вот такие. Вот такие. Вот они. Есть у нас конструктивные кусочки темностей, белильностей над ними. От середины, посмотришь, вот прямо на середину попадает. Значит, вот это место, вот эта пеночка у нас на середине. За ней площадка лежачего, ровного. Сама эта укладочка немножечко вот с таким настроением. То есть, за ней лежачка, а она с вертикальными настроениями. На переднем плане тоже насаждаешь вот это настроение, вертикальными. Усаживаешь лежачую плоскость. То есть, разбиваешь на вертикали и горизонтали. Хорошо. Можно вот так сбрить. Может, даже этот плоскуток еще пригодится, который мы сбрели. И насадить так, чтобы не мешало одно другому. Чуть-чуть сочвяком, создавая эту идею вертикали. Достаточно, а, ну да, широкий есть. Может быть, вот этот подъем показать. Потому что есть там, как бы, уходящий в перспективу закругленный эффект, да? Вот он прямо как будто уходит в перспективу. Да, здесь обязательно показать идею лодочки. Лодочки. И от нее вот эти зубчики. Вот эти зубчики. Подзбрить. Взять сининку. Сначала посадить теневой цвет. Теневой. У пены. Потом световой. Тоже можете подзбрить. Чтоб нижняя краска не перемешивалась. И засадить световой цвет. Вытирая в тряпку. Вытирая в тряпку. Соединить касание. Вот такое что-то. Хорошо? Угу. Если красиво получилось, не обязательно добиваться того, что есть на фотографии. Потому что здесь морковь, но такая некрасивая. Пускай будет что-то красивое. Не надо гоняться за вот этим вот конусом. Вот такое. Вот такое. Чтобы более... Да. Давай. Путылки присылал. Но слишком много тонких полосочек и не хватает широких. Вот стоит здесь положить широкие и сразу преобразится еси. Страшно же. Толстый. Так. Какая музыка у нас сегодня. Что-то одна. Кто знает, может быть, где музыку найти. Красневец. Цвет света. Цвет оранжевит. Поэтому вот эти большие куски света, большие освещенные пятна этих, пусть будут немножечко с красниночкой. Смотри, как не хватало крупных островов. Потому что так все разумненько. Не хватало крупных островочечков. Ты согласна? Мне кажется, не хватает, что это может. Тоже мне это не плоско. А вот какими-то такими конусами, что ли. Правильно мыслишь. Значит, чуть-чуть создать вот эти конусы. Создать их. Вот они. Смотри. Появился? Вот здесь конус. Вот здесь, да? Ты видела способ. А теперь уже по конусам. Чуть-чуть дополняешь. Уже подразумевая вот эти конусы. Дополняешь. Вот этого не хватало. Правда? Очень не хватало. Вот этого. Вот этой закругленности. Не хватало. Потом сбриваем. Берем синенький цвет. Цвет теневой. Можно даже чуть-чуть с розовиночкой. У меня вопрос. Здесь волна идет сюда. А у нас здесь немножко геометрия, мне кажется, нарушена. Все-таки ее... Как вы видите, она может здесь идти так, а сюда развернуться. Что-то очень сложно. Подожди. Давай лучше посмотрим. Как свет тень себя чувствует. Это тень. Белый в тени в солнечный день. Синит и сиреневит. Ты сюда что-то выдавливал уже, да? А, ясно. Долубое вызывало. Здесь должен был быть ультрамаринчик. Значит, чуть-чуть с сиреневинкой. Этот цвет тени. Белый в тени. А этот цвет белого на свету. Вот оно движение, которым это стоит упаковать. Падательное, то есть полосатое по вертикали. Вкусненько? Есть ощущение падания, да? Есть. Можешь вспомогать вот так. И опять же создавать. Ты понимаешь? Мера вещества небольшая. Не очень густо работаешь с этим. Слушай, ну если ты это видишь, так и разверни. Вот смотри. Смотри. Вот она развернулась уже. Ну вот, вот ее поджало. Вот здесь темно. Вот здесь. Вот эти же штучки здесь находятся в тени. Согласна? Смотри. Этот же белый здесь в тени. Единственное, что ты ультрамарин должна была выдавить на это место. И здесь уместнее будет ультрамарин. Либо к ФЦ добавляй розовый. Вот они наши островочки. А ниже в тени. А ниже на свету. Кого? Лучше потом тоненькие дашь. Смотри, ты можешь еще сделать вот такие вырезания. Вырезание. У тебя еще обогатиться. То есть тоненькую линию провести красиво вот в этих обстоятельствах будет непросто. Вырезать будет более эффектно и более красиво. Вот. Ну и белый с краснотой, ты помнишь, да? С красниночкой у нас вот здесь. И всюду лодочный характер укладки. Лодочный в том смысле, что вот такими. Вот такими звучаниями. Хорошо? А здесь потом возьмешь и встретишь. Все-таки несколько продолжает характер лежачего. Плюс вот эти темноты периодически подбивают пену. Коричневый. Голубой, желтый. Чуть-чуть вот эта чернота подбивает. Ой. Белизна не сюда пошла, а все-таки продолжает, примерно продолжает вот это движение. Согласен? То есть, вся волна вот туда ушла. Вот туда. И от нее туда пошло. То есть, хороший ход здесь. Обязательно черноты насадить вот сюда. Смотри, как они сразу вытащили на передний план. Вот, и хочу тебе вот еще раз, поскольку мы столкнулись с этой проблемой, посоветовать наращивать кругозор не в фотографиях, а в живописи. Смотреть, что выбирает для себя живопись. Не все подряд. То есть, есть фотографии, с которыми живопись едва-едва может справиться. Так зачем нам брать такой материал, где даже взрослые художники не станут связываться. Несмотря на то, что там очень миленькие фоточки. Но они не для нас. Вот это куча краски. Это никакого отношения к этому не имеет. Ну, просто густой кусок краски ни о чем. То есть, слишком густой и слишком неконструктивный. Поэтому там, где эта конструкция не произошла и густоте нечего делать. Ладно? А как мне вот наложить, тут немножко пена вот засвечена, да? Это вот мне сейчас... Сначала свет раздала, потом взяла белильца и усадила. Лежачей кистью усадить. Потому что мастихином не получалось все. Да, да, естественно, все не может. Здесь уже кисть. Хорошо? А мастихинчик пригодится вот в таких местах. Вот в таких. Да? Угу. Вот в таких. Даже теневые можно вот так подгрузить туда. Еще один плоскук белого. А еще, смотри, там прямо подрезано белым. А еще подрезано черным, чернявым. Что-то ты пожалела. Вот этого контраста. А как он хорош. Пожалелы черного контраста. Что будет так темно-темно? Не-не-не, пожалуйста. Это не темно. Куда же все так светлое работает? Что там темно? Можно с охренной теплотой зайти вот сюда. Солнечность прибавилась. Появился оранжевый, появилась солнечность. Почувствовала? Да. Молодец. Появилась солнечность. Смотри, я в перемешку. Одни, вторые, третьи мазочки. В перемешечку. А появилась солнечность сразу. Вот эту срос шесть чуть-чуть показать. А вы знаете, еще как показать? Я не понимаю. Вот она вроде как теневая, но волна уже загнулась, и она уже вот здесь тоже валяется. Смотри. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть фактуркой здесь тюкнуть. Так, белится. Вот этот нырок обязательно показать. Смотри, какой он там агрессивненький. Есть, да? Угу. То есть он создал... Во-первых, он продолжил идею вот этого направления, да? Угу. Сюда тоже они пошли-пошли-пошли-пошли. Мелкой порции такой. Оттуда белизна вываливается. Есть такое, да? Вот эту белизну насадить. Вместе с плоскостью лежачей за ним. Есть там такое? Правда? Да, есть такое. Стена сразу появилась, да? Стена теневая. Ну и подыграть там чуть-чуть. Ты согласна? А, ты хорош. Смотри, в картине появляется солнце. Правда? Ну да. А до этого не хватало солнечность. Ну правда ведь? Так же, как вот этот оранжевый, да? Да, там оранжевый. Здесь тоже с оранжевизной было. То есть красный здесь тоже присутствовал. Они сразу дают вот эти замечательные эффекты. Набрасываешь крылом. Там крыла нет. Но перистые облака очень любят... Нет, там есть крыло. Вот это вот. Уходящее в темный. Очень любят вот это крылатое состояние. Поэтому его... Ну как некое крыло. Поэтому его именно крылом. Даже если там не видишь крыла, то лучше подсунуть с крылом. Теперь еще и темненьких. Синих-синих. Это я слишком перерозовел. Главное, чтобы была идея крыла. А вот здесь мне добавить? Да, там бирюза. Очень здорово сидит бирюза. Разбелишь деликатно, чистенько. Загонишь ее. Ну там небесно-голубой, а не бирюза. Ну у меня нету небесно-голубой. Но есть бирюзовенький цветечек. И он тоже часто там уместен. Можно чуть-чуть с голубилкой. Небо часто зеленит вдоль линии горизонта. И розовость облаков. И они вместе тут сыграют партию. Терку подвигаем. Супер. Момощага. Так, смотри. У нас вот здесь подходит прямо к линии. Правда? Причем вот по этой траектории шло и споткнулось. Есть такое, да? Так же, как и здесь. Только здесь валика, там пена по краю. Поэтому обозначим это. Одно другого даже по направлению мазка сразу взяло и отделило. Правда? Я не знаю, что с этим мазком делать. Так. Бирюлами не пользуешься? Погляю. Тоже степлиночкой чуть-чуть. Ну, молодец. Слушай, если ты такими шагами... Вообще, раз у тебя так складывается с морем, я бы на твоем месте застрял бы на морском пейзаже. Я тоже застрял. Вот, вот, вот. Больше 2, 2, там в 1. Ну, именно с выбором тем. Потому что вот там, где есть что полепить, нас устраивает. Там, где нечего лепить, вот как то, что ты поприносила, где просто нужно педантично сидеть, прорисовывать, ну, просто все вырисовывать. Такое нас не устраивает. Нас устраивает там, где можно мощненько полепить. Потому что вот там сейчас на кухне работает девочка, которая вцепилась в свое время в цветочки и так поднаторела, ровно, говорит, вы же сказали, 10 сеансов. Да, я вот как раз на 10 сеансов. Будут только цветочки. В итоге у нее шикарные цветочки. если хочешь, можешь попросить чтобы она тебе показала фотографии. Вот. потому что вцепилась в одну и ту же тему. Она успела приобрести навыки. Это всех касается, кстати. Успеть приобрести навык, не просто расширить кругозор в жилописи, но и приобрести навык очень важное дело. Я тоже не стараюсь, разное. Только берешь другую тему, где не используются эти приемы, которым нужно навыкнуть, все, уже забыл предыдущую. Точно так же, как с сочтением стихов. Можно выучить, а можно просто прочитать и помнить как сюжет. Так, хорошо. может быть, чуть-чуть угомонить эту стрелу. потом, если что, кисточкой деликатненько вот эту часть доторгаешь. Такс. Ну, хорошо, что ты уже знаешь идеи и композиции. Это очень хорошо. Вот здесь вместо вот этих червей чвяк, чвяк, чирк и чвяк. Вплоть до того, что берешь дополнительные тональности, но чирк и чвяк вместо полосочек вот этих. Это очень актуально. Эти полосочки не из мастихиновой живописи. Ну, подожди. Вот здесь, смотри, какой травяной цвет. Ну, подожди, здесь. И солнечно. Помнишь, мы уже один раз столкнулись с тем, что делает картину солнечной. здесь пены объединяются в единое пятно. Ну, давай. Скажите, а не можно хоть здесь вот разогнать? Слишком острая линия, очень старая. Чуть-чуть. Согласны? Смотри. Пространство чуть-чуть разогнать. Так. Ну, хорошо. Молодец. Чуть-чуть. А я того разогнать. Чуть-чуть напряженности краски. Чуть-чуть этой напряженности. Не то, чтобы везде, но так чуть-чуть. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok